Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Регистрация будет проходить непосредственно отдел, расположен по адресу Донецк, улица Ходоковского, 10А. Приемные дни с понедельника по пятницу, время приема с 10 до 5. Также прием граждан будет осуществляться и в территориальных органах внутренних дел Донецкой Народной Республики. Дни приема и время такое же аналогично, как и отдел разрешительной системы. При хранении, ношении оружия, которое будет зарегистрировано, касаемо боевого, гражданин обязан при себе, при ношении данного оружия, обязан при себе иметь разрешение на право его хранения и ношения. В местном отделе разработаны вот такие удостоверения, разрешение на право хранения и ношения оружия. Данные разрешения будут выдаваться сроком на 3 года. Скажите, получается, на территории ДНР разрешено выжить его в телеволюбе. Правильно. Где категория гражданинства или же как украинцев, 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 украинцев? Касаемо категории гражданинства? Я отвечу на этот вопрос. Здесь ситуация такая же, как и по транспорту. Нам нужно видеть оружие перевести из категории нелегального в категорию, скажем так, легального зарегистрированного, и видеть его количество. То оружие, которое не будет зарегистрировано в указанные сроки, будет считаться, находящееся в незаконном обороте, соответствующим образом процессуально изыматься, лицо которого хранит или подносит, будет привлекаться к уголовной ответственности. Я хотел также самодополнить ответ, касаемо заданного вопроса по поводу травматического оружия категории граждан. На территории ДНР регистрация травматического оружия разрешена всем категориям граждан, независимо от их деятельности. А будут требоваться справки, осудимости, психиатрическое, наркологическое, такого плана? Скасаемо боевого оружия? Да. Нет. Упрощаем. У нас очень короткий промежуток времени для регистрации данного вида оружия, поэтому идем по упрощенной процедуре, зарегистрируем в связи со сложившейся обстановкой в регионе, упрощаем процедуру регистрации. Ну, вы знаете, мы и так наблюдаем сейчас преступность, которая в основном с применением преступления совершается, с применением огнестрельного оружия. Регистрация нас абсолютно не пугает, тем более, что положение это носит временный характер. Может, потом будут какие-то ужесточенные условия. Но в данный момент нам это позволит также оптимизировать работу и по раскрытию преступлений, благодаря тому, что все стволы, которые пройдут в регистрацию, будут отстрелены. Мы будем знать их владельцы. Хочу напомнить о том, что лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, спецпредства, освобождается от волонной ответственности. Поэтому, кому нет нужды в оружии, лучше сдайте его добровольно. Надеемся на понимание граждан. Мы их призываем к закону по собственности. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok